Айзек Азимов. Наследственность. Читает Александр Большишальский. Доктор Стефансон ласково поглазил лежавшую на столу толстую пачку отпечатанных на машинке листов бумаги. «Все здесь, Харви. 25 лет работы». Профессор Харви, отличавшийся спокойным характером, невозмутимо попыхивал трубкой. «Твоя часть работы завершена. Теперь все зависит от самих близнецов». После непродолжительных размышлений доктор Стефансон с беспокойством зашевелился. «Ты собираешься сообщить новости Аллену?» Собеседник кивнул. «Нужно сделать это до того, как мы попадем на Марс. Чем раньше, тем лучше». Он помолчал и добавил напряженным голосом. «Интересно, что чувствует человек, когда через 25 лет узнает, что у него есть брат-близнец, которого он никогда не видел. Вероятно, сильнейшее потрясение». «А как Джордж воспринял известие?» «Сначала не поверил, и я его не виню. Марке пришлось поработать, чтобы убедить его в том, что это не розыгрыш. Думаю, мне предстоит хорошо потрудиться с Алленом». Он выбил остаток табака из трубки и покачал головой. «А я уже склонялся к тому, чтобы отправиться на Марс и увидеть, как они встретятся», — задумчиво заметил доктор Стефансон. «Не вздумай так поступать, Стеф. Эксперимент длился очень долго, и значит слишком много, чтобы ты сорвал его таким дурацким поступком». «Да знаю, знаю. Наследственность против окружающей среды. Может быть, наконец мы получим определенный ответ». Он словно разговаривал сам с собой, повторяя старую, хорошо известную формулу. «Два идентичных близнеца, разделенные после рождения. Один воспитывался на старой цивилизованной земле, второй — на почти неисследованном Ганимеде. Потом, в 25-й день рождения, они впервые в жизни встречаются на Марсе. О мой бог! Жаль, Картер не дожил до этого момента. Они его дети. Очень жаль, но мы живы, как и близнецы. Если доведем эксперимент до конца, это станет заслуженной данью уважения выдающемуся ученому». Впервые увидев марсианский филиал корпорации Medicinal Products Incorporated, невозможно понять, что он окружен безжизненной пустыней. Не видны огромные пещеры, в которых разводились марсианские грибы, занимавшие огромные цветущие поля. Не видна даже замысловатая система транспортировки, соединявшая квадратные мили полей с центральным корпусом. Все спрятано. Система ирригации, очистители воздуха, сливные трубы. Можно увидеть только приземистое здание из красного кирпича и марсианскую пустыню, ржавую и безжизненную, потянувшуюся до самого горизонта. Именно это увидел Джордж Картер, прилетев сюда на ракетном такси, но, по крайней мере, его вид не обманул. Было бы странно, если бы это произошло, потому что каждая фаза его жизни на Ганимеде была направлена на то, чтобы в итоге стать генеральным директором именно этого концерна. Он знал, каждый квадратный дюйм пещер так хорошо, словно родился и вырос там. Он сидел в крохотном кабинете Лемуэла Харви, и лишь тень беспокойства появилась на абсолютно безмятежном лице. Он поймал взглядом ледяных голубых глаз взгляд профессора Харви. «Этот мой брат-близнец. Он скоро здесь появится». Профессор Харви кивнул. «С минуты на минуту». Джордж Картер поменял положение ног. Его взгляд был почти мечтательным. «Как вы думаете, он похож на меня?» «Конечно. Вы однояйцевые близнецы». «Да уж. Тогда, конечно. Жаль, что мы не жили вместе здесь, на Гане». Он нахмурился. «Он прожил на Земле всю свою жизнь, да?» Выражение любопытства появилось на лице профессора Харви. «Ты испытываешь неприязнь к землянам?» Быстро спросил он. «Не совсем». Услышал такой же быстрый ответ. «Просто земляне неженки, по крайней мере, те, кого я знаю». Харви едва подавил улыбку, и разговор постепенно зачах. Звонок в дверь вывел Харви из состояния задумчивости, а Джорджа Картера заставил вскочить кресло. Профессор нажал кнопку на столе, и дверь открылась. Стоявшая на пороге фигура вошла в комнату и остановилась. Братья-близнецы впервые в жизни встретились лицом к лицу. Воцарилась напряженная мертвая тишина. Профессор Харви откинулся на спинку кресла, сложил пальцы вместе и стал внимательно наблюдать. Двое, вытянувшись во весь рост и замерев, стояли на расстоянии футов десяти, и ни один не пытался его уменьшить. Они были странно, не похожи друг на друга. Странно, потому что были так похожи. Холодные голубые глаза сверлили взглядом такие же холодные голубые глаза. Каждый видел у другого прямой нос над плотно сжатыми полными красными губами. Такие же высокие отчетливые скулы, квадратные подбородки. Одинаковыми были даже чуть приподнятые брови над глазами, смотревшими напряженно и несколько недоуменно. Но кроме лиц ни малейшего сходства не было. На каждом квадратном дюйме одежды Аллена Картера можно было смело ставить клеймо Нью-Йорка. Начиная с просторной блузы, лиловых брюк до колен и заканчивая противоцеллюлитными гольфами и сверкающими сандалиями на ногах, он был живым воплощением последней земной моды. Джордж Картер буквально на мгновение почувствовал неловкость из-за того, что стоял перед братом в рубашке из ганемецкого льна с облегающими рукавами и высоким воротником. Незастегнутый жилет и просторные шаровары, заправленные в высокие ботинки со шнурками на толстой подошве. Они выглядели грубыми и провинциальными. Даже он это почувствовал, но только на мгновение. Аллен достал портсигар из нарукавного кармана. Первым сделал хоть какое-то движение. Открыл его, достал тонкий набитый табаком цилиндр, который загорелся от первой же затяжки. Джордж помедлил не более секунды, и его последующие действия можно было расценивать как несколько вызывающие. Ладонь нырнула во внутренний карман жилета, откуда он извлек сморщенную сигару, скрученную из ганемецкого зеленого табака. Чиркнув спичкой по ногтю большого пальца, он прикурил и начал затягиваться в унисон с братом. А потом Аллен рассмеялся странным пронзительным смехом. «Мне кажется, у тебя более близко посажены глаза», — сказал он. «Может быть. А у тебя волосы зачесаны иначе», — ответил его близнец с некоторым неодобрением. Аллен машинально провел рукой по своим длинным светло-каштановым волосам, аккуратно завитым на концах, одновременно бросив взгляд на небрежно заплетенную на затылке брата косичку. «Полагай, нам придется привыкнуть друг другу. Я готов попробовать». Земной близнец пошел вперед, протянув руку. Джордж улыбнулся. «Конечно, я тоже готов». Ладони встретились и сжали друг друга. «Тебя зовут Аллен, да?» — спросил Джордж. «А тебя Джордж, верно?» Долгое время они ничего не произносили. Просто смотрели друг на друга и улыбались, словно им не терпелось быстрее преодолеть разделявшие их 25 лет. Джордж Картер окинул безразличным взглядом поля низкорослых лиловых цветов, уходивших окаймленными дорожками-квадратами в туманную глубину пещеры. Газетчики и очеркисты могли неумеренно восхвалять грибное золото Марса рафинированными экстрактами, добываемыми в объеме нескольких унций на несколько акрофорастений, которые стали совершенно незаменимы для медицинских работников системы. Опиаты, очищенные витамины, новейшее растительное средство от пневмонии — цветы почти на вес золота. Но для Джорджа Картера они были не более чем цветами. Цветами, которые необходимо выращивать, собирать, упаковывать в тюки и отправлять в лабораторию Лариса Полиса в нескольких сотнях миль отсюда. Он перевел наземную машину на среднюю скорость и высунулся из окна. «Эй, ты!» — закричал он в ярости. «Пижон с грязной рожей! Смотри, что делаешь! У тебя вода выплескивается из канала!» Он откинулся на спинку, и машина рванулась вперед. «Эти треклятые люди ни на что не годятся!» — раздраженно пробормотал Ганемедец. «Так много машин выполняет за них работу, что мозги отправились в бессрочный отпуск!» Машина остановилась, и он вылез из кабины. Обогнув несколько участков, он подошел к группе людей, толпившихся вокруг застывшей на дорожке, похожей на паука машины. «Ну, я здесь! В чем дело, Аллен?» Голова Аллена появилась с другой стороны машины. Он махнул рукой стоявшим вокруг машины людям. «Остановите ее на секунду!» — крикнул он и подскочил к брату. «Джордж, она работает! Немного медленно и неповоротливо, но работает! Сможем быстро усовершенствовать! Самое главное — понятен принцип! В два счета сможем!» «Подожди немного, Аллен! Здесь, на Гане, мы никогда не торопимся, поэтому живем долго. Что это такое?» Аллен замолчал и вытер лоб. Его лицо сияло от смазки, пота и радости. Стал работать над этим тут же, после окончания колледжа. Модификация одной земной машины, конечно, со значительными усовершенствованиями. Это механический сборщик цветов. Он выудил из кармана в несколько раз сложенный лист толстой бумаги и, не замолкая ни на секунду, стал раскладывать его на дорожки. До этого момента сбор цветов был самым узким местом в производственном процессе, не говоря уже о потерях 15-20% из-за сбора недо- или перезрелых цветов. В конце концов, нельзя ожидать невозможного от простого человеческого глаза. Смотри сам. Лист бумаги был наконец-то разложен, и Аллен присел перед ним. Джордж, нахмурившись, наклонился над его плечом. Видишь, это комбинация флюороскопа и фотоэлектрического элемента. Степень зрелости цветка определяется состоянием спор. Машина настроена так, чтобы соответствующая цель срабатывает при обнаружении надлежащей комбинации светлого и темного, образуемой только зрелыми спорами внутри цветка. С другой стороны, вторая цель, впрочем, проще показать. Он выпрямился, излучая полный восторг. Одним прыжком оказался в низком сидении в задней части сборщика и потянул рычаг. Сборщик тяжеловесно повернулся в сторону цветов, и его глаз заскользил на высоте 6 дюймов над землей. Как только он проходил над определенным цветком гриба, появлялась паучья лапа, срезала цветок точно в полудюйме над землей и аккуратно помещала его в уходящий под уклоном вниз лоток. За машиной тянулся ряд срезанных цветов. Потом сможем установить сноповязку. Ты заметил, некоторых цветков машина не касается. Они не созрели. Только подожди и посмотри, что она сделает, когда обнаружит перезрелый цветок. Через мгновение он триумфально завопил, когда машина сорвала цветок и тут же уронила его на землю. Аллен остановил машину. Видишь, возможно, через месяц мы сможем использовать ее на полях. Джордж Картер мрачно посмотрел на брата. Потребуется больше месяца, я полагаю. Скорее всего, никогда не сможем. Что значит никогда? Нужно только ускорить. Даже если покрасить ее в лиловый цвет, эта штука никогда не появится на моих полях. Твоих полях? Да, моих. Раздался хладнокровный ответ. У нас здесь есть право вето, как и у вас. Не имеешь права что-либо делать, не получив моего позволения. А на эту штуку ты его никогда не получишь. Честно говоря, можешь убрать ее отсюда навсегда. Мне она не нужна. Аллен слез с машины и повернулся к брату. Ты согласился выделить этот участок мне для экспериментов, без права вето. Я хочу, чтобы ты соблюдал договоренность. Хорошо. Только не выводи эту проклятую машину на поля. Землянин стал медленно подходить к нему. Его взгляд был угрожающим. Послушай, Джордж, мне не нравится твое отношение. Не нравится, как ты пользуешься правом вето. Не знаю, как вы привыкли поступать здесь, на Ганимеде, но теперь ты принадлежишь к сливкам общества. И тебе предстоит выкинуть провинциальную дурь из головы. Придется, если сам захочу. Если желаешь выяснить со мной отношения, то лучше сделать это в твоем кабинете. Споры в присутствии подчиненных плохо влияют на дисциплину. На центральный пост они возвращались в зловещей тишине. Джордж что-то тихонько насвистывал. Ален, сложив на груди руки, с демонстративным безразличием смотрел на извилистую дорожку перед машиной. Тишина сохранялась даже после того, как они вошли в кабинет землянина. Ален резко показал на кресло, и Ганимедец занял его, не говоря ни слова. Он достал привычную зеленую сигару и стал ждать, пока брат скажет свое слово. Ален присел на край кресла и оперся локтями на стол. Он быстро заговорил. «Джордж, я многое не понимаю в этой ситуации. Не знаю, почему тебя вырастили на Ганимеде, а меня на земле. Не знаю, почему нас не познакомили друг с другом раньше, не сделали со-директорами с правом наложить вето на решение друг друга. Но уверен, ситуация становится невыносимой. Ты знаешь, корпорация нуждается в модернизации. Тем не менее, пользуешься своим правом вето, какой бы пустячно ни была выдвинутая мной инициатива. Не понимаю, какой точкой зрения ты придерживаешься, но у меня возникли подозрения, что ты считаешь, будто можешь жить по-прежнему, как на Ганимеде. Если думаешь, что все еще живешь в глуши, предупреждаю, быстрее избавляйся от этих иллюзий. Я прилетел с земли, и корпорация будет управляться земной эффективностью и земной организацией. Понятно? Прежде чем ответить, Джордж выпустил клубы ароматного табачного дыма к потолку. А когда ответил, взгляд его стал пронзительным, а голос — резким. Земля — ад? Земная эффективность ни больше, ни меньше? Ален, ты мне нравишься. Ничего не могу с собой поделать. Ты так похож на меня, что если бы я испытывал к тебе неприязнь, то чувствовал бы себя так, словно испытываю неприязнь к самому себе. Не хотелось этого говорить, но тебя воспитали неправильно. Его голос стал жестким и обвиняющим. Ты землянин. Присмотрись к себе. Землянина вряд ли можно назвать получеловеком. В лучшем случае ты, как любой землянин, естественно полагаешься на машины. Неужели я хочу, чтобы корпорации управляли машины? Одни машины. А что делать людям? Люди будут управлять машинами. Раздался резкий и сердитый ответ. Ганемедец встал и стукнул кулаком по столу. Машины управляют людьми, и ты прекрасно это знаешь. Сначала люди используют машины, потом зависят от них и, наконец, становятся их рабами. На твоей драгоценной земле остались машины. Машины. Одни машины. И кем ты стал в результате? Получеловеком. Он выпрямился во весь рост. Ты по-прежнему нравишься мне. Нравишься настолько, что я хочу, чтобы ты жил на Гане со мной. Клянусь Юпитером, из тебя еще можно сделать человека. Закончил? Спросил Аллен. Полагаю, что да. Тогда выслушай меня. С тобой не случилось ничего настолько страшного, чего не могла бы исправить жизнь на приличной планете. А сейчас ты принадлежишь Ганемеду. Я советую тебе вернуться. Тебе еще не приходила в голову мысль поколотить меня? Спросил Джордж очень тихим голосом. Нет, не могу драться со своим зеркальным отражением, но если бы твое лицо было хоть чуть-чуть другим, я с удовольствием задал бы тебе хорошенькую трепку. Думаешь, смог бы? Такой землянин, как ты. Садись. Мы оба начали горячиться. Так ничего не решишь. Он сел, попытался затянуться потухшей сигарой и с отвращением бросил ее в воронку инсинератора. А где брать воду? Проворчал он. Алин мгновенно улыбнулся. Ты станешь возражать, если водой нас будет снабжать машина. Машина? Что ты имеешь в виду? Ганемедец с подозрением посмотрел на него. Погляди. Смонтировал на прошлой неделе. Он коснулся кнопки на столе, где-то внизу раздался глухой щелчок. Потом послышалось журчание воды, затем металлический диск рядом с правой рукой землянина отодвинулся в сторону и снизу поднялась чашка с водой. Возьми, предложил Алин. Джордж с опаской взял чашку и выпил воду. Потом бросил чашку в воронку инсинератора и задумчиво посмотрел на брата. Могу я взглянуть на этот твой водопровод? Конечно. Он находится прямо под столом. Я отодвинусь, чтобы ты смог посмотреть. Ганемедец залез под стол. Алину оставалось только наблюдать. Из-под стола показалась мускулистая рука и раздался приглушенный голос. «Дай мне отвертку». «Возьми. Что ты собираешься делать?» «Ничего, совсем ничего. Просто хочу понять, как эта штука устроена». Отвертка исчезла под столом и некоторое время не было слышно никаких звуков, кроме едва слышного царапанья металла по металлу. Наконец Джордж с покрасневшим лицом вылез из-под стола и с довольным видом поправил воротник. «Какую кнопку нажать, чтобы попить воды?» Алин показал. Кнопка была нажата. Послышалось журчание воды. Землянин переводил недоуменный взгляд с брата на стол и обратно. Лишь через некоторое время он почувствовал влагу под ногами. Он вскочил на ноги, посмотрел вниз и в смятении вскрикнул. «А это что такое? Что ты сделал?» Извилистый ручьек воды вытекал из-под стола, а журчание не прекращалось. Джордж, ленивый походкой, направился к двери. «Просто закоротил. Возьми и отремонтируй. Вот и все, что касается твоих драгоценных машин», добавил он, прежде чем хлопнуть дверью. «Ломаются. В самый неподходящий момент». Звонок вызова и не думал замолкать. И Аллен Картер вынужденно открыл один глаз. Было еще темно. Тяжело вздохнув, он поднял руку к изголовью кровати и перевел аудиометр в режим приема. Из динамика раздался дрожащий голос мастера ночной смены, Эдама Уэллса. Глаза Аллена мгновенно открылись, и он резко сел. «Ты с ума сошел!» — воскликнул он, но уже принялся натягивать штаны. Через десять секунд он взбегал по лестнице, перепрыгивая через три ступени. Ворвался он в главный офис, вслезав бежавшим туда братом. Здесь набилось полно людей, и все они пребывали в невероятном нервном возбуждении. Аллен откинул с глаз длинную прядь волос. «Включить прожектор на башне». «Уже включен?» — сказал кто-то безнадежным голосом. Землянин бросился к окну. Толстый желтый луч тонул в густой темноте всего в нескольких футах от прожектора. Аллен дернул вверх раму, а таза, скрипев, поднялась лишь на несколько дюймов. Раздался жуткий свист ветра, и все находящиеся в комнате закашлялись. Аллен закрыл окно, а его ладони потянулись к мгновенно заполнившимся слезами глазам. «Этого не может быть», — произнес между приступами кашля Джордж. «Мы не в зоне песчаных бурь». «Но это так», — пропищал Уэллс. «Впервые вижу такую сильную бурю. Не мог понять, откуда она налетела. Застала меня врасплох. Я закрыл все выходы, но было уже слишком поздно». «Слишком поздно». Аллен наконец перестал заниматься своими запорошенными песком глазами. «Слишком поздно для чего?» — произнес он резко. «Слишком поздно для нашего подвижного состава. Особенно пострадали ракеты. Не осталось ни одной двигателя, которая не забила песком. То же самое могу сказать о насосах системы орошения и системе вентиляции. Генераторы внизу остались в исправном состоянии, но все остальное оборудование придется разобрать и собрать заново. Задержка составит неделю по меньшей мере. Может быть, больше». «За работу, Уэллс», — сказал Аллен после короткой, но многозначительной паузы. «Распредели людей так, чтобы работали в две смены. В первую очередь надо отремонтировать насосы оросительной системы. Через сутки они должны быть в работе, иначе половина урожая высохнет и погибнет. Подожди, я пойду с тобой». Он повернулся, чтобы уйти, но его нога зависла в воздухе на первом же шаге, когда он увидел летевшего вверх по лестнице офицера связи Майкла Андерса. «В чем дело?» «Эта проклятая планета словно взбесилась!» Задыхаясь, выпалил Андерс. «Произошло сильнейшее в истории Марсотрясение с эпицентром всего в десяти милях от Арисополиса!» «Что?» Воскликнули все хором. Последовали гневные проклятия. Люди не находили себя от волнения. У многих жены и родственники жили в марсианской столице. «Все случилось внезапно», — продолжил запыхавшийся Андерс. «Арисополис лежит в руинах, начались пожары. Подробности не знаю, но передатчик лабораторий в Арисополисе отключился пять минут назад!» Все встревоженно загалдели. Новости быстро распространились по всей центральной станции, и состояние людей быстро приближалось к паническому. Аллен повысил голос до крика. «Прошу тишины!» «Мы не в силах помочь Арисополису. У нас достаточно собственных проблем. Чертова аномальная буря каким-то образом связана с Марсотрясением, и нам следует задуматься об этом. Все принимаются за работу и работают быстро. Очень скоро наша помощь потребуется в Арисополисе!» Он повернулся к Андерсу. «Ты возвращайся к приемнику и не отходи от него, пока не установишь связь с Арисополисом. Джордж, пойдешь со мной?» «Полагаю, нет», — раздался ответ. «Ты занимайся своими машинами, а я помогу Андерсу». Когда Аллен вернулся на центральную станцию, наступил хмурый темный рассвет. Он устал и душой, и телом, весь его вид говорил о крайнем переутомлении. Аллен вошел в радиорубку. «Какой кошмар, если...» Джордж зашипел и отчаянно замахал руками. Аллен замолчал. Андерс, склонившись над приемником, медленно вращал крохотные регуляторы дрожащими пальцами. Он поднял голову. «Бесполезно, мистер Картер. Не могу с ними связаться». «Ладно, оставайся здесь и будь на страже. Немедленно сообщи, если что-нибудь узнаешь». Он вышел из рубки, подхватив брата под руку. «Аллен, когда мы сможем отправить очередную партию груза?» «Не раньше, чем через неделю. В течение нескольких дней у нас не будет ни одной машины, которая может летать или ездить, и пройдет еще больше времени, прежде чем мы сможем возобновить уборку урожая. «А готовый груз у нас есть?» «Несколько тонн рассортированных цветов, в основном красно-лиловых. В прошлый вторник отправили на Землю практически все». Джордж впал в задумчивость. Брат некоторое время наблюдал за ним, но скоро ему надоело. «Ну, что придумал? Какие новости из Арисополиса?» Исключительно плохие. Морсотрясение сравняло с фундаментом три четверти Арисополиса, а то, что осталось, было почти уничтожено пожаром. Около 50 тысяч человек остались без крова. Совсем не шутка, особенно марсианской осенью, да еще когда вышла из строя система земной гравитации. Аллен присвистнул. Пневмония. И обычная простуда, грипп, и еще полдюжины болячек, не считая ожогов. Старик Винсент уже начал поднимать шум. Требует цветов. У него запас всего на пару дней. А нужно гораздо больше. Оба разговаривали тихо, почти равнодушными голосами, то есть делали все возможное, чтобы критическая ситуация оказалась терпимой. Оба помолчали. Тишину нарушил Джордж. Чем мы можем ему помочь? Нечем. В течение недели, в лучшем случае, если не помрем раньше сами. Если они смогут послать корабль, когда буря стихнет, мы отправим остатки груза, как временное снабжение, пока не приступим к уборке нового урожая. Глупо даже думать об этом. Порт Арисополиса превращен в развалины, а от судов остались одни названия. Снова тишина. «Чего ты ждешь?» произнес Аллен тихим напряженным голосом. «Что за странное выражение лица?» «Я жду, чтобы ты признал, что твои треклятые машины подвели тебя в простейшей аварийной ситуации». «Признаю», — прорычал землянин. «Отлично. Мне остается только продемонстрировать тебе, на что способна изобретательность человека». Он передал брату лист бумаги. «Это копия сообщения, которое я передал Винсенту». Аллен долго смотрел на брата, потом медленно прочел небрежно написанный карандашом текст. «Через 36 часов доставим все, что у нас есть. Надеюсь, этого хватит на несколько дней, пока мы не подготовим очередную партию. У нас тоже возникли определенные трудности». «Как ты собираешься это сделать?» — спросил Аллен. «Сейчас покажу», — ответил Джордж. И Аллен только теперь понял, что они вышли из центральной станции и направляются к пещерам. Через пять минут Джордж остановился перед черневшим в полумраке приземистым предметом. Он включил освещение секции и триумфально произнес. «Песчаный грузовик». Песчаный грузовик не производил сильного впечатления. Низкая моторная тележка впереди и три приземистых открытых вагонетки за ней. Воплощение старомодности и обветшалости. Лет пятнадцать назад, когда стали применяться песчаные сани и грузовые ракеты, он превратился в кучу хлама. Час назад я проверил его лично и определил, что он все еще находится в рабочем состоянии. Оборудован защищенными подшипниками, кондиционированием воздуха для моторной тележки и двигателем внутреннего сгорания. Брат резко поднял голову. На его лице появилось выражение отвращения. «Хочешь сказать, в нем сжигается химическое топливо?» «Да, бензин. Именно поэтому он мне нравится. Напоминает о ганимеде. На гане у меня была машина, которая... Но погоди, у нас совсем нет бензина. Полагаю, нет, зато есть масса жидких углеводородов. Как насчет растворителя D? Он состоит в основном из октана. У нас есть несколько канистр?» «Ты прав», — сказал Аллен. «Но грузовик предназначен только для двоих». «Знаю. Я первый из них. А я второй». Джордж хмыкнул. «Я полагал, что ты так скажешь, но тебе предстоит не только нажимать кнопки. Справишься, землянин?» «Полагаю, справлюсь, ганни». С восхода солнца прошло два часа, прежде чем заревел двигатель песчаного грузовика, но пелена стала еще гуще. По крайней мере, складывалось именно такое впечатление. Причудливые фигуры в импровизированных воздушках, с толстыми очками торопливо отошли в сторону, когда начали вращаться приспособленные к передвижению по песку широкие колеса грузовика. Вагонетки были загружены лиловыми цветами, накрыты брезентовыми, прочно закрепленными тентами. Последовал сигнал открыть двери. Кто-то переместил рычаг вниз, и двойные двери, протестующие за скрипив песком, открылись. Грузовик пополз вверх, сквозь вихри, влетевшего в пещеру песка. А позади него фигуры, в припорошенных песком кабиньзонах, торопливо закрыли двери. На Джорджа Картера, закаленного долгой жизнью на Ганимеде, внезапное изменение гравитации, когда они выехали из защитного гравитационного поля пещер, не произвело сильного воздействия. Он только сделал глубокий вдох. Его руки даже не дрогнули на руле. Его земной брат, однако, находился в другом состоянии. Вызывающий тошноту узел, возникший в желудке, ослабевал мучительно медленно, и прошло достаточно много времени, прежде чем его затрудненное дыхание стало напоминать нормальное. Кроме того, землянин постоянно чувствовал на себя косые взгляды брата, видел чуть насмешливую улыбку на его губах. Он напрягал все силы, чтобы сдерживать готовые слететь с губ стоны, хотя спазмы сжимали мышцы живота, а холодный пот выступил на лбу. Медленно уходили назад мили, но иллюзия неподвижности была почти полной, как в космосе. Окружающая местность была серой, однородной, монотонной и неизменной. Двигатель работал ровно, за спиной сона щелкал очиститель воздуха. Иногда налетал особенно сильный порыв ветра, и стук миллионов песчинок в стекло сливался в почти непрерывный шелест. Джордж не отрывал взгляда от компаса. Тишина стояла, почти угнетающая. Потом ганемедец повернул голову и прорычал. «Что случилось с этим проклятым вентилятором?» Аллен наклонился вперед, скользнув макушкой по низкому потолку кабины, потом обернулся назад и побледнел. «Отключился». «Буря стихнет не раньше, чем через несколько часов, и нам нужен воздух. Проберись в заднюю часть кабины и включи его». Его тон был категорическим, нетерпящим возражения. «Возьми», — сказал он, когда брат полез через его плечо в заднюю часть кабины. «Комплект инструментов. У тебя есть 20 минут, прежде чем воздух станет непригодным для дыхания. Он уже спертый». Тучи песка уплотнились, желтый луч фары над головой Джорджа лишь частично нарушал темноту перед машиной. За спиной послышалась возня, а потом раздался голос Аллена. «Проклятый трос! Что он здесь делает?» Потом послышался стук молотка и полный отвращения голос. «Эта штука забита ржавчиной». «Что-нибудь еще сломалось?» спросил ганемедец. «Не знаю, нужно все очистить». Снова раздался стук, за которым последовал почти непрерывный резкий звук, словно брат что-то яростно скоблил. Аллен занял свое место. Лицо было покрыто ржавым потом и не стало чище, когда он провел по нему такой же влажной и покрытой ржавчиной ладонью. «Насос течет, как дырявый чайник, особенно после того, как я счистил с него ржавчину. Я включил его на полную скорость, но от полного выхода из строя его отделяет только молитва». «Тогда начинай молиться», быстро произнес Джордж. «О том, чтобы появилась кнопка, которую можно нажать». Землянин нахмурился и уставился перед собой, не сказав ни слова. «Кажется, воздух стал совсем разреженным», произнес ганемедец в четыре часа дня. Аллен мгновенно насторожился. Воздух в кабине был влажным и затхлом. Вентилятор за спиной свистел между щелчками, и щелчки раздавались все реже и реже. Долго он выдержать не мог. «Сколько мы проехали?» «Примерно треть расстояния», раздался ответ. «Сам как себя чувствуешь?» «Нормально», резко ответил Аллен и снова замкнулся. Наступила ночь. На небе появились первые яркие марсианские звезды, когда вентилятор, протяжно свистнув последний раз, отключился. «Проклятие!» воскликнул Джордж. «Впрочем, я все равно не могу дышать этим супом. Открой окно!» Пронизывающий марсианский ветер ворвался в кабину с последними остатками песка. Джордж закашлялся, натянул шерстяную шапочку на уши и включил обогреватели. «Я чувствую песок на зубах!» Аллен с тоской посмотрел на небо. «Земля!» Сказал он. «И луна висит у нее на хвосте!» «Земля!» переспросил Джордж с едва уловимой ноткой презрения и показал пальцем на горизонт. «Посмотри лучше на старый добрый Юпитер!» Откинув голову назад, он запел густым баритоном. «Когда золотой светило любви светит с небес, моя душа рвется туда, где я был счастлив назад на старый добрый ганимед!» Последняя нота вибрировала и прерывалась, вибрировала и прерывалась снова и снова, с постоянно возрастающим темпом, пока завывания не разорвали воздух с сотрясающей барабанной перепонки силой. Аллен уставился на брата выпученными глазами. «Как ты это делаешь?» Джордж усмехнулся. «Это ганимедская трель! Никогда раньше не слышал?» Землянин покачал головой. «Слышал о ней не более того!» Тон брата стал более сердечным. «Естественно, такое возможно только в разреженной атмосфере. Слышал бы ты меня на гане, упал бы со стула, если бы услышал лучшие мои выступления. Подожди, сейчас хлебну кофе, и ты услышишь 24-й стих из баллады о ганимеде». Он сделал глубокий вдох. «Я смотрел на любимую белокурую деву, озаряемую лучами Юпитера, и она ждала меня!» И вдруг... Аллен схватил его за руку и потряс. Ганимедис мгновенно замолчал. «Секунду назад я услышал стук по крыше. Там кто-то есть». Джордж посмотрел на потолок. «Садись за руль, я посмотрю». Ален покачал головой. «Я сам посмотрю. Не могу доверить себе управление этой допотопной штуковиной». В следующее мгновение он уже стоял на подножке. «Не останавливайся!» — крикнул он и закинул ногу на крышу. Он замер в этом положении, заметив на себе пристальный взгляд двух желтых щелочек глаз. Понадобилось больше секунды, чтобы он понял, что встретился лицом к лицу со слизнехвостом. То есть данную ситуацию по опасности можно было сравнить с обнаружением гремучей змеи в собственной постели на земле. Впрочем, времени на умственные сравнения с земными опасностями не было, потому что слизнехвост бросился на жертву, и его ядовитые клыки сверкнули в свете звезд. Ален попытался увернуться и не удержался на крыше. Он упал на песок, словно в режиме замедленной съемки, и мгновенно почувствовал на себе холодное чешуйчатое тело марсианской рептилии. Ответные действия землянина были почти инстинктивными. Он выкинул вперед руку и сжал пальцами узкую морду твари. В этом положении человек и животное превратились в бездыханную скульптурную группу. Человек дрожал, сердце бешено колотилось в груди. Ален не смел пошевелиться, потому что понимал, он не может четко контролировать движение конечностей в условиях непрерывной силы тяжести Марса. Мышцы сокращались почти самостоятельно, но начинали шевелиться, хотя он сам этого вовсе не хотел. Он попытался просто замереть и подумать. Слизнехвост извивался, из его пасти, крепко сжатой рукой землянина, вырвался оглушительный виск. Ладонь Алена стала скользкой от пота. Он почувствовал, что морда твари чуть повернулась в его руке. В панике он сжал пальцы еще сильнее. По физической силе Слизнехвост, конечно, не мог сравниться с землянином, даже с уставшим, испуганным, непривыкшим к гравитации землянином, но достаточно всего одного укуса без разницы куда. Слизнехвост резко дернулся, выгнул спину, засучил лапами. Ален держал его обеими руками и не смел отпустить. У него не было ни пистолета, ни ножа. Рядом, на гладкой поверхности пустыни, не нашлось даже камня, о которой можно было бы размажить череп твари. Песчаный грузовик давно исчез, в марсианской ночи он остался один, вернее, наедине, со Слизнехвостом. От отчаяния он сделал руками движение, словно выжимая белье. Голова Слизнехвоста наклонилась. Он услышал вырывающийся с хрипом из горла твари дыхание, потом снова раздался пронзительный виск. Аллен перевернулся и уперся коленями в чешуйчатые брюхо твари. Он сворачивал голову рептилий все дальше и дальше. Слизнехвост отчаянно сопротивлялся, но бицепсы Аллена и не думали расслабляться. Он почти почувствовал предсмертные судороги твари, собрал последние остатки сил и почувствовал, как что-то сломалось в теле подлой зверюги. Животное перестало сопротивляться. Он, едва не рыдая, встал на ноги. Тут же его пронзил марсианский ночной ветер и пот стал замерзать на коже. Он остался в полном одиночестве в пустыне. Началась вполне объяснимая реакция. Возник сильный звон в ушах. Он едва мог стоять на ногах. Ветер пронизывал насквозь, но он почему-то этого почти не чувствовал. Звон в ушах превратился в голос, голос, который странным образом доносился до него сквозь завывание марсианского ветра. «Аллен, где ты? Проклятый землянин! Аллен! Аллен!» Тело землянина наполнилось новыми силами. Он забросил тушу слизнехвоста на плечо и пошел на голос. «Я здесь, Ганни. Здесь». Он упал в объятие брата. «Тупой землянин!» произнес Джордж раздраженным тоном. Не смог удержаться на подножке грузовика, который плелся десять миль в час. Ты мог...» Он вдруг замолчал, удивленно хмыкнув. «На крыше сидел слизнехвост», сообщил Ален усталым голосом. «Он сбил меня. Положи его куда-нибудь. В Арисополисе за шкуру слизнехвоста дают премию в сто долларов». Он смутно помнил, что происходило в течение следующего получаса. Когда окончательно пришел в себя, обнаружил, что сидит в кабине грузовика и ощущает приятный вкус теплого кофе во рту. Успокаивающе урчал двигатель, тело окутывало приятное тепло от нагревателей. Джордж сидел рядом, молчал и напряженно вглядывался в пустыню впереди. Иногда он откашливался и бросал молниеносные взгляды на брата. И взгляды эти были полны удивления. «Послушай», сказал Ален, «я не хочу засыпать, и ты сам выглядишь полумертвым. Может быть, научишь меня ганимедским трелем. От них даже мертвый проснется». Ганимедец пристально посмотрел на него и произнес резким тоном. «Конечно! Следи за моим адамовым яблоком, когда я запою». Когда они подъехали к каналу, солнце было на полпути к зениту. За час до рассвета под тяжелыми колесами затрещала изморось, возвестив о том, что пустыня кончилась, и они приближаются к Азису канала. Когда солнце поднялось выше, треск исчез, и постепенно размягчающаяся под колесами грязь замедлила движение приспособленного к песку грузовика. Чахлые серо-зеленые кустики на плоской местности были первыми пятнами, нарушившими монотонный красный фон с начала путешествия. Ален вдруг наклонился вперед и схватил брата за руку. «Смотри, прямо перед нами канал». В это время года по дну канала бывшего притоком могучего канала Джефферсона протекал тоненький ручеек. Он стал не более чем извилистой полоской влаги. С обеих сторон его окружали заболоченные черные участки, которые должны были превратиться в бурные ледяные потоки буквально через земной год. Песчаный грузовик осторожно спускался по склону, прокладывая извилистый путь между принесенными весенним паводком и оставшимися на берегу после того, как вода отступила булыжниками. Он тащился по грязи, с трудом преодолевая лужи. С грохотом подпрыгивая на булыжниках, увязал поступицы в слякоти, но преодолел мутный ручеек, приготовился и скоро подъехал к противоположному берегу. Потом, так резко, что водитель и пассажир слетели с сидений, накренился, сделал еще одну тщетную попытку продолжить движение и после этого отказался сдвинуться с места. Братья вылезли из кабины, чтобы оценить ситуацию. Джордж сочно выругался с более выраженным, чем обычно, акцентом. Действительно, влипли, клянусь Юпитером. Будем барахтаться в грязи, как Боровы. Ален устал и убрал волосы со лба. Ладно, хватит тупо стоять и смотреть. До Арисополиса не меньше ста миль и нам нужно выбираться отсюда. Нужно, но как? Проклятие скоро стихли и глухо сопят Джордж достал из грузовика бухту троса и с сомнением посмотрел на нее. Ален, садись в кабину. Когда я натяну трос, дави на педаль. Произнося эти слова, он пытался привязать трос к передней оси. Затем, размотав его, зашлепал по щиколотку в грязи от грузовика. «Давай!» крикнул он, натянув трос. Его лицо побогровело от усилия, страшно напряглись мышцы спины. Ален вжал педаль в пол, услышал рев двигателя, почувствовал, как бешено вращались задние колеса. Грузовик дернулся, но тут же вернулся на место. «Бесполезно!» крикнул Джордж. «Не могу упереться! Все получилось бы, будь земля сухой!» «Если бы земля была сухой, мы не застряли бы!» крикнул Ален. «Ладно, дай мне трос». «Думаешь, у тебя получится?» раздался полный ярости крик, но брат уже вылез из кабины. Ален увидел из кабины огромный, глубоко посаженный в грязь камень и с облегчением понял, что длины троса хватит. Он туго натянул трос и забросил его свободный конец за камень. Неумело завязал петлю и проверил на прочность. Когда он возвращался к грузовику, брат высунулся из кабины и потряс гонемецким кулаком. «Олух, неужели ты думаешь, что этот камень-переросток вытащит нас из ямы?» «Заткнись», крикнул Ален. «Дави на газ, когда я натяну трос». Он остановился на полпути между камнем и грузовиком и взялся за трос. «Давай», крикнул он и резко потянул на себя трос обеими руками. Грузовик дернулся, колеса зацепились за грунт. В течение нескольких мгновений ничего не происходило, только двигатель ревел на полных оборотах и дрожали руки Джорджа на рулевом колесе. Потом грузовик сдвинулся с места. И почти одновременно камень на другом конце, туго натянутого троса, громко чавкнув, вывернулся из грязи и перевернулся. Аленс сбросил с него петлю и побежал к грузовику. «Не останавливайся», крикнул он и вскочил на подножку, не выпуская из рук троса. «Как тебе удалось?» спросил Джордж, глядя на брата широко открытыми от изумления глазами. «Нет сил объяснять сейчас. Когда доберемся до Арисополиса и хорошо выспимся, я нарисую для тебя треугольник сил и объясню, что произошло. Мышцы тут ни при чем. Не смотри на меня, как на Геркулеса». Джордж с трудом оторвал от него взгляд. «Треугольник сил, да?» «Никогда не слышал о таком, но если помог именно он, образование великая сила». «Клянусь хвостом кометы, ты прав». «А кофе остался?» Он взял последний термос, безнадежно потряс им возле уха. «Ладно, придется снова поупорожняться в трелях». «Так же приятно, и я почти добился совершенства». Он поразительно широко зевнул. «До ночи доберемся?» «Может быть». Канал остался позади. Краснеющее солнце медленно опускалось за Южный Хребет. Южный Хребет был одной из двух сохранившихся на Марсе горных цепей. Район древних, изъеденных временем, эродированных холмов, за которыми находился Арисополис. Единственное заслуживающее упоминание места на Марсе, обладавшее к тому же прекрасной возможностью благодаря восходящим потокам воздуха высасывать из иссушенной атмосферы Марса эпизодические дожди. В обычной ситуации пара Земли и Ганимеда с удовольствием побродила бы по живописной местности, но это не относилось к близнецам Картерам. Опухшие от недостатка сна глаза заблестели, увидев холмы на горизонте. Тела, едва живые от усталости, напряглись, когда на фоне неба возникли силуэты гор. И грузовик рванулся вперед. За холмами раскинулся Арисополис. Дорога перестала идти прямолинейно, строго по компасу. Сейчас они вынуждены были медленно пробираться по петлявшим по каменистой местности тропинкам. Они уже добрались до вершин близнецов, когда двигатель вдруг начал стрелять, потом несколько раз чихнул и заглох. Аллен выпрямился и произнес полным усталости и отвращения голосом. Что теперь случилось с этой будь она навеки проклятой машиной? Брат пожал плечами. Только то, что должно было произойти по моему разумению еще час назад. Бензин кончился. Не имеет значения, мы у вершин близнецов, а от них всего 10 миль до города. Доберемся за час, а за цветами сюда придут другие люди. Десять миль за час, воскликнул Аллен. Ты с ума сошел. Его лицо исказилось от мучительных сомнений. Мой бог, да мы за три часа не успеем туда добраться, а скоро наступит ночь. Никто не способен пережить марсианскую ночь. Джордж, мы... Джордж силой вытаскивал его из кабины. Клянусь, Юпитер, Малин, только сейчас не раскисай. Говорю же, управимся за час. Никогда не пробовал бегать при пониженной силе тяжести. Как будто летишь. Смотри на меня. Он побежал, вернее, полетел, едва касаясь поверхности, огромными прыжками и через мгновение превратился в крошечную точку на фоне склона холма. «Давай!» крикнул он и помахал рукой. Ален побежал и растянулся на третьем прыжке, взмахнув руками и широко расставив ноги. До него порывами донесся издевательский смех ганемедца. Ален встал на ноги, отряхнулся от пыли и пошел вперед обычным шагом. «Ален, не злись!» сказал Джордж. «Все дело в привычке. Я научился этому на ганемеде. Попытайся представить, что бежишь по пуховой перине, самое главное бежать ритмично, но не торопиться и рядом с поверхностью не подпрыгивать слишком высоко. Вот так! Делай, как я!» Землянин не спускал глаз брата, повторяя его движение. Его шаги после первых неловких стали более длинными и уверенными. Ноги сгибались и выпрямлялись, руки раскачивались, он следовал за братом шаг за шагом. Джордж подбодрил его криком и ускорил шаг. «Аллен, ближе к поверхности, не прыгай, пока кончики пальцев не коснутся земли!» Глаза Алина сверкали, он даже забыл об усталости. «Чудесно, я как будто лечу, словно мне вставили пружины в подошвы. Жаль, что ты не жил со мной на Гане. У нас есть специальные поля для гонок при пониженной силе тяжести. Опытный бегун иногда развивает скорость 40 миль в час. Лично мне удалось разогнаться до 35. Конечно, там силы тяжести еще меньше, чем здесь, на Марсе». Длинные волосы развивались на ветру, кожа покраснела от леденящего воздуха. Красноватые пятна солнечного света поднимались все выше по склонам гор, на мгновение зависли на вершинах, а потом исчезли. Быстро сгущающиеся марсианские сумерки начали свой короткий жизненный путь. Уже засияла на небе вечерняя звезда, Земля, а ее вечная спутница Луна находилась ближе, чем предыдущей ночью. Минуты бежали незаметно для Алина. Он был слишком поглощен чудесным ранее неиспытанным чувством бега при пониженной силе тяжести. И мог только следовать за братом. Его сознание не воспринимало даже усиливающийся холод. На спокойном лице Джорджа появились первые морщинки тревоги. И скоро возникло граничащее с паникой выражение. «Аллен, подожди!» крикнул он. Наклонившись вперед, он изящно и легко остановился. Аллен попытался последовать его примеру, нарушил ритм бега, упал ничком, но тут же вскочил на ноги, громко ругаясь. Ганимедец решил не обращать внимания на его упреки. Его взгляд стал мрачным. «Аллен, ты знаешь, где мы находимся?» Аллен быстро огляделся и почувствовал, как горло сжало холодными тисками. Местность выглядела незнакомой в полутьме, но более незнакомой, чем должна была выглядеть. Невозможно поверить, что она изменилась так сильно. «Мы уже должны были увидеть старую плешню, так ли?» спросил он дрожащим голосом. «Давным-давно», раздался резкий ответ. «Треклятое морсотрясение! Оползни изменили тропы! Думаю, вершины тоже пострадали!» Голос Джорджа стал напряженным. «Аллен! Нет смысла притворяться! Мы безнадежно заблудились!» Они постояли молча, не зная, что делать. Небо стало лиловым, калмы отступали в ночь. Аллен облизнул посиневшие от холода губы сухим языком. «Осталось всего несколько миль. Мы просто не можем не наткнуться на город!» «Оцени ситуацию трезво, землянин!» раздался грубый ответ. Наступила ночь. Марсианская ночь. Температура уже опустилась ниже нуля и понижается с каждой минутой. У нас нет времени искать город, нет времени на ошибку. Если не найдем его через полчаса, значит не найдем никогда». Аллен прекрасно все понимал и почувствовал холод после упоминания о нем. Он плотнее закутался в меховое пальто и произнес сквозь стучащие зубы. «Мы должны развести огонь». Предложение было произнесено нерешительно, невнятно, и тут же удостоилось резкого возражения. «Из чего?» Джордж был вне себя от досады и огорчения. «Проделали такой путь, а теперь замерзнем всего в миле от города. Остается только бежать дальше, хотя шанс один из ста». Аллен остановил его. Глаза землянина лихорадочно блестели. «Костры!» не к месту воскликнул он. «Это шанс. Хочешь воспользоваться шансом, который может оказаться удачным». «Другого не остается», проворчал брат. «Но поспеши, каждую минуту...» «Тогда беги по ветру и не останавливайся». «Почему?» «Не спрашивай почему. Просто делай то, что я говорю. Беги по ветру». Аллен не чувствовал оптимизма, когда бежал в темноте, спотыкаясь о камне, скользя по пологим склонам, постоянно ощущая спину ветер. Джордж, похожий на размытое бесформенное пятно, бежал рядом. Холод усиливался, но был не более мучительным, чем дурное предчувствие, терзавшее сознание землянина. Умирать совсем не хотелось. А потом они поднялись по склону, и из горла Джорджа вырвался триумфальный крик. «Клянусь Юпитером!» Равнина перед ними, насколько мог охватить взор, была усеяна огнями костров. Перед ними лежал разрушенный Арисополис, а его ставшие бездомными жители пытались пережить ночь, просто сжигая древесину. На склоне холма, над городом, две валившиеся с ног от усталости фигуры лупили друг друга по спинам, дико хохотали и прижимались друг к другу почти обмороженными, щетинистыми щеками выражений чистой, неподдельной радости. Наконец добрались. Лаборатория Арисополиса на окраине города была одним из немногих непострадавших строений. Внутри при свете самодельных светильников изможденные химики дистиллировали последние капли экстракта. За ее стенами остатки городской полиции отчаянно расчищали пути, по которым драгоценные флаконы и ампулы распределялись по центрам экстренной медицинской помощи, развернутым в разных районах усеянного кострами города, совсем недавно бывшего марсианской столицей. Старик Хелл Винсент наблюдал за процессом и изредка направлял полной надеждой сомнений взгляды, поблекших глаз на холмы в поисках обещанного груза цветов. И вдруг из темноты появились две фигуры и замерли прямо перед ним. Холод тревоги охватил его тело. «Цветы! Где они? Вы их привезли!» «У вершин близнецов», прохрепел Аллен. «Больше тонны на песчаном грузовике. Пошли кого-нибудь за ними». Несколько полицейских шнековых машин сорвались с места, прежде чем он закончил фразу. «На песчаном грузовике?» переспросил совершенно сбитый с толку Винсент. «Почему не послали груз на корабле? Что там у вас происходит? Морсотрясение?» Он не дождался прямого ответа. Джордж заковылял к ближайшему костру с выражением полного блаженства на усталом лице. «А как же тепло!» Он начал медленно клониться к земле с моренной усталостью. Сон одолел его. Аллен закашлялся. «Да, гонемецкая неженка. Не выдержал». Но тут пухнул рядом с братом. Аллен проснулся от лучей вечернего солнца в глазах и запаха жареного бекона в ноздрях. Джордж придвинул к нему сковородку и произнес набитым ртом. «Угощайся!» Он показал настоявший рядом с лабораторией пустой песчаный грузовик. «Груз доставили, все в порядке». Аллен молча принялся за еду. Джордж вытер губа ладонью. «Аллен, скажи, как тебе удалось найти город? Я так и не смог понять». «Костры подсказали», ответил Аллен, пережевывая бекон. «Только так они могли получить тепло, а костры, разведенные на площади в несколько квадратных миль, нагревают большой объем воздуха, который, поднимаясь, вызывает приток воздуха со стороны холмов». Он сопровождал слова соответствующими жестами. «Ветер с холмов был направлен в сторону города, чтобы заместить теплый воздух, а мы побежали по ветру. Своего рода природный компас, который указывал в нужном нам направлении». Джордж молчал и только раздраженно пинал ногой угли, оставшиеся от вчерашнего костра. «Послушай, Аллен, я относился к тебе несправедливо, считал тебя неженкой, пока ты...» Он замолчал, набрал полную грудь воздуха и выпалил. «Клянусь Юпитером, ты мой брат, и я горжусь этим. Земля не смогла пересилить в тебя кровь Картеров». Землянин открыл рот, чтобы ответить, но брат зажал его ладонью. «Помолчи, пока я говорю. Когда мы вернемся, можешь использовать свой механический сборщик и все, что угодно. Я снимаю запрет. Если Земля и машины сделали тебя таким человеком, значит, все в порядке». «Но тем не менее», добавил он с некоторым сожалением в голосе, «Ты должен признать, что когда ломаются машины, начиная с регационных грузовиков и ракетных кораблей и кончая вентиляторами и песчаными грузовиками, только люди способны преодолеть трудности, несмотря на то, что им уготовил Марс». Аллен с трудом освободился от закрывавшей рот ладони. «Машины делают все, на что они способны», сказал он без особого энтузиазма. «Конечно, только они не всесильны. Когда возникает непредвиденная ситуация, человек вынужден делать больше, иначе пропадет». Аллен промолчал, только кивнул и вдруг схватил брата за руку. «Мы не слишком отличаемся друг от друга. Земля и ганимет покрыли нас тонким слоем, но внутри...» Он замолчал. «Давай выдадим еще раз ганиметскую трель». Из двух глоток вырвался сверхъестественно пронзительный крик, который никогда прежде не разносился в холодном марсианском воздухе. Большое спасибо за прослушивание этого ролика. Если вам понравилось, я буду очень признателен, если вы напишите комментарий, даже просто сердечко или огонечек. Это поможет ютубу понять, что это видео можно предлагать посмотреть другим зрителям. Неравнодушные люди, желающие поддержать меня и мой канал финансово, могут это сделать по реквизитам в описании. Спасибо всем большое!